Тяжело комментировать такую игру, потому что игровая одна команда БАТЭ, а мы так не настраивали ребят на то, что прежде всего в психологическом плане нельзя выходить и нацеливаться только на одну оборону. Футбол состоит из двух вещей. Это оборона и атака. Мы так сосредоточились на обороне, что забыли, что есть ворота противника. Поэтому атакующие действия были на нуле. Я имею в виду, прежде всего, это, наверное, от волнения у них. Ну, не от волнения, а от настроя такого, что не могли перестроиться на атаку. Поэтому две-три передачи и потери. И те их действия в атаке не поддаются никакому анализу. Спасибо. Игорь Павлович, вы? Нам важно было держать победу после матча с Карагандой. Порадовало то, с каким желанием, с каким азартом мы играли сегодня. Все-таки достаточно моментов было создано. И, может быть, какое-то опасение изначально было, что выйдут игроки, которые мало имеют игровой практики. Но отдать должное, что ребята очень хорошо тренируются и вышли, скажем так, и обедни не испортили. Все-таки есть лига чемпионов, понятно, но есть еще и чемпионат, где у нас тоже не ахти какая ситуация. Поэтому важно нам было сегодня выиграть, что мы сделали. Спасибо. Уже мой коллег, важный вопрос. Есть ли вопрос? Хорошо, представляете. Андрей Порт, Голосбайк. Катерин Михайлович вопрос. Вопрос. Состояние Александра Глеба или сможет он сыграть? Состояние хорошее, сыграть сможет. И еще вопрос. Какой вопрос в тренерическом штабе выгоняет? Александр Башмаков? Это для кого вопрос? Для вас. Тренер-селекционер. Еще, пожалуйста. Ближе к Игорь Севачевичу. Нет вопросов? Я хочу пожелать, Виктор, удачи. Это самое главное на вибро.